Здравствуйте! Вы слушаете Вести Магнитогорск на Маяке в студии Антон Грабарев. Жители Челябинской области предупредили о вымышленных долгах за коммуналку. Мошенники пользуются тем, что управляющие компании в конце года делают перерасчет. Мошенники под видом управляющие компании рассылают уведомления о долге за коммуналку. Сумма долга – 10-20 тысяч рублей, а если оплатить сразу, предлагается скидка. Те, кто соглашается на оплату, теряют не только указанную сумму. Мошенники могут получить доступ к банковской карте. После получения письма рекомендуется позвонить в управляющую компанию по номеру телефона с официального сайта. Госдума приняла закон, регулирующий работу такси. Согласно документу, работать в такси запрещено водителям с непогашенной судимостью и большим количеством штрафов. Всем остальным, чтобы работать в такси, нужно будет заключить официальный трудовой договор с индивидуальным предпринимателем или зарегистрироваться как самозанятый. Агрегаторы станут также делить ответственность самозанятыми водителями. В случае ДТП с самозанятым, агрегатор возьмет на себя компенсацию пострадавшему пассажиру, а если сервис будет массово отдавать заказы водителям-нелегалам, его могут лишить разрешения на работу в регионе, сообщили в Госдуме. Информация о перевозчике и водителе должна быть размещена на карточке в салоне такси. По требованию пассажира водитель должен будет предоставить информацию о тарифах. Также в России создадут реестры такси. Транспортные полицейские задержали магазинного вора Кофемана. Мужчина украл семь пачек растворимого кофе. Правоохранители направлялись на службу и заметили взволнованную женщину-продавца, которая выбежала из супермаркета. Она рассказала полицейским, что в магазине произошла кража и попросила задержать вора, который похитил с прилавка товар. Сотрудники транспортной полиции Магнитогорска через стеклянные двери магазина увидели подозреваемого, поняли, в какую сторону он собирается бежать, после чего преградили ему путь. Похититель оказался в руках полицейских и понял, что сопротивляться бесполезно, рассказали в пресс-службе Южноуральского линейного управления МВД России на транспорте. Оказалось, что 28-летний задержанный Магнитогорис уже имеет судимость за кражи. У него в рюкзаке в ходе досмотра полицейские нашли семь пачек растворимого кофе. Со слов подозреваемого, похищенные упаковки с кофе он планировал продать случайным прохожим по низкой цене, а денежные средства потратить на личные нужды, уточнили в полиции. Матроскин с гитарой, а шарик, конечно же, в кедах. А еще Дед Мороз с подарками. В Магнитогорске для самых умных, творческих и спортивных детей города в 26-й раз прошла традиционная елка главы города. В зале 450 школьников. Это отличники, спортсмены, художники. Все они победители многочисленных, в том числе и международных конкурсов и состязаний. Самой взрослой звездочке 12 лет, а самой маленькой всего 7. Даша Давыдова учится в 4-м классе и уже триумфатор городского этапа олимпиады по информатике. Для учебы не нужно чудо, нужно просто очень хорошо учиться и ты сам можешь всего добиться. Новогодние елки для одаренных детей в Магнитогорске проводят уже 26 лет. Каждому из участников вручили традиционную золотую медаль. Глава города Сергей Перников отметил, эти успехи – коллективный результат. Родители, учителя, ну, наверное, и стоит подчеркнуть, самих детей, ведь если бы они не проявляли должного желания, усердия, трудолюбия, силы не прикладывали, наверное, тоже бы никто ничего не добился. Сергей Перников не только поздравил, но и пообещал сделать то, что не под силу Деду Морозу. Продолжить создавать в Магнитогорске условия для того, чтобы каждый смог добиться успеха. 22 января в экологическом парке пройдет Всемирный день снега, приуроченный к Международному дню зимних видов спорта. Запланирована увлекательная и насыщенная программа, спортивные состязания, выступления творческих коллективов. Также пройдет уже традиционный конкурс снежных фигур «Галерея снега». Темой конкурса станет «Союзмультфильм». Перед участниками стоит интересная задача. Необходимо изготовить и снежного куба фигуру в соответствии с заданной темой, а также творчески представить скульптуру в стихотворной форме. К участию приглашаются команды детских садов, школ, колледжей, высших учебных заведений, общественных объединений и организаций. Возраст участников от трех лет. Подробную информацию об участии в конкурсе можно найти на сайте администрации. И о погоде. 14-16 градусов обещают сегодня синоптики в Магнитогорске. Слабый переменный ветер – 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление очень высокое – 733 миллиметра ртутного столба. С вами была программа «Вести Магнитогорск». Хорошего дня!